Ну что, привет, дорогой зритель канала Империи Зла. Ещё приуныл, да, хуёво всё в футболе. Зенитка не впечатляет, к сожалению, в последней игре. И, в принципе, будущее видится крайне туманным. Но есть эти хорошие новости за сегодня. Во-первых, Ростов Валера Карпина вцепился в мёртвую хватку в ЦСКА. И не дал им подобраться к Зениту существенно. Если бы конявы обыграли Валеру, то они бы подобрались до расстояния двух очков. И это с их носковыми, этими файзулаевыми, кисляками, реднами и всеми подобными хуями. Для этого был бы позор для Зенита. Потому что у Зенита состав намного мощнее, намного сильнее. Но кони бы подобрались серьёзно. Ну, а так, 3-3 ничья. Всего лишь на одну очку подобрались. Четыре очка отрыв. Зенита от коней. Это значит, что одним конкурентом у нас будет меньше. Да, добавился Локомотив, добавился Спартак. Не убавилось Динамо. Краснодар вообще улетел куда-то в космос. Но не добавился ЦСКА. Это самое важное. Потому что если бы добавился ЦСКА, это был бы вообще просто пиздец. Потому что они, если чувствуют запах крови, они просто вцепляются, как клещи. И не отпускают. Ростову можно сказать спасибо, что не дали коням победить. Забили столько, сколько надо было, чтобы не проиграть. Голенков оформил дубль. В Ахане наш Зенитовец сделал голевую передачу. Вроде бы даже две голевые передачи. Могу ошибаться. В любом случае. Жёлтое-синим. Респект. Красавеллы. Всыпились. Не дали победить. Ну и вторая хорошая новость за сегодня. Из мира баскетбола. Я когда шёл на матч Зенит-Локомотив. Я обратил внимание на Сибур-Арену, которая стояла неподалёку. И вспомнил про баскетболистов, которые выиграли летом 22-го года чемпионат России, грубо говоря, единую лигу ВТБ. Прервали 11-летнее доминирование коней. В сентябре 22-го года они же выиграли суперкубок единой лиги ВТБ у тех же коней. В сезоне 22-23 Зенит дошёл до полуфинала единой лиги ВТБ. И вышел на момент записи ролика, на момент начала матча Зенит-Локомотив, финал суперкубка единой лиги ВТБ 2023. А сейчас, буквально пару минут назад, пришла новость о том, что Зенит баскетбольный в упорной борьбе против, кстати, локомотива, только локомотива Кубань из Краснодара, взял и выиграл суперкубок единой лиги ВТБ. И вот это, я считаю, хорошая новость. Это ещё один трофей баскетбольный, да, но трофей Зенита. Трофей, который досечь было бы достаточно непросто, если бы это был не Зенит, а какой-нибудь другой клуб. Вот был баскетбольный клуб «Спартак» в Петербурге. И он очень мало чего добивался. Я думаю, что были и другие баскетбольные клубы, и они тоже особо успехами не блистали. Вот появился Зенит. Ещё и в баскетболе начал всех более-менее так разрывать и крушить. Ещё есть надежда и на женский Зенит, который пробился в финал Кубка России, который сейчас ведёт борьбу за чемпионство с женским ССКА. Осталось два тура с Зенитом ССКА вроде бы на три очка. Возможно, один из трофей уже сыгран сейчас. Могу ошибаться. Вот. И впереди очная игра Зенитом ССКА. Если мы её выиграем, то наши девушки второй год подряд могут стать чемпионками России. Ну и взять кубок. Почему бы и нет в финале? Наш встретится с тем же ССКА в середине октября, где пройдёт этот финал, не знаю. Но в любом случае для нас, болельщиков Зенита, хорошие новости есть. Пока мужская команда собирается силами футбольная, пока она думает, как всё-таки выжимать из себя максимум в каждой игре, последующие не поплыть и не сдаться и не порваться нервной струне, другие наши баскетболисты, женщины, они нас радуют. И это хорошо. Значит, жив курилка, Зенитушка. Значит, выжим. Как-то так. 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 Продолжение следует...